О ситуации на Донбассе говорила в Москве Федерико Маггерини. Напомню, это ее первый визит в Россию в качестве Верховного Представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. С кем она встречалась и что стало результатом этих переговоров за закрытыми дверями? Давайте узнаем. Санкции в ближайшее время сняты, не будут. Альтернативы Минским соглашениям нет, как и нет особого прогресса в их реализации. Таковы итоги совместной встречи Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам Федерико Маггерини и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Конечно же мы обсуждаем с нашими друзьями в Киеве их часть в реализации Минских соглашений. Но не будем возвращаться к тому, что произошло в 2014 году, потому что мы по-разному рассматриваем причины этого конфликта. Мы также обменялись мнениями, которые считаем системными разногласиями. Спасибо, что об этом упомянули. Это принципиальная позиция Европейского Союза по непризнанию аннексии Крыма. Лавров по традиции упрекнул Киев в нежелании вести диалог с пророссийскими боевиками. Вспомнил недавний инцидент на Донбассе, а именно гибель наблюдателей ОБСЕ. А затем в очередной раз признал, у Москвы есть инструменты влияния на Донецк и Луганск. Обязанность России сделать так, чтобы Луганский и Донецк, чьи подписи стоят под Минскими договоренностями, конструктивно и в полной мере выполняли свою часть обязательств. А Германия и Франция должны обеспечить, чтобы то же самое делало украинское правительство. Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском. Вспоминая о санкциях, Лавров в очередной раз посетовал, искать финансовые ограничения введены только против России. Хотя, как полагает главный дипломат РФ, она свои обязательства исполняет. Федерико Магарини на эти слова министра не отреагировала. Заметила лишь, что в условиях санкции Россию и Евросоюз вряд ли сегодня можно назвать стратегическими партнерами. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер.